К другим новостям. Новый учебный год в обновленной школе начали юные жители села Такаева, Комсомольского района. Новоселье справили и такаевские малыши. Для них тоже нашлось место в образовательном комплексе. Наша съемочная группа своими глазами увидела, как работают новые технологии в образовании. Обернутые тетрадки, как снег воротнички. Эти стихи с торжественной школьных линей как нельзя более кстати. Фартуки и манжеты такаевских учениц действительно ослепляют. У нас было общешкольное родительское собрание, заседал попечительский совет, администрация школы. И в общем решили, что действительно с 1 сентября будет единая форма. И вот родители думали, учителя думали. И в общем пришли к единому мнению. У нас раньше тоже была школьная форма. У нас был черный костюм. Значит и у мальчиков и у девочек. А сейчас решили в общем вот такого образца. И все почему-то единогласно. Всем захотелось. С утра в школе поют и пляшут. Поводов для радости несколько. Во-первых, начался новый учебный год. Во-вторых, школа после реконструкции стала просторнее, светлее и уютнее. И могу сказать, что работали дружно, дружно работали с жителями. Дружно здесь активно. У вас общественные организации. То есть такой общественный контроль был организован на объекте. Да, были небольшие неточности, допущенные проектными организациями при строительстве детского садика. Но без лишних выяснений отношений все это было решено в рабочем процессе. Замечательные сроки реконструкции были на школе. В июне строители зашли на объект. А уже к сентябрю, к дню знаний, школа была готова. По плану реконструкции к старой школе пристроили еще один корпус и дополнительный этаж. В результате появились большой спортивный зал, вместительная столовая с современным пищеблоком, новые классные кабинеты. В пристрое же разместились и дошкольные группы. В мини-детсад будут ходить 60 малышей. Впрочем, проблема решена лишь частично. Еще 70 такаевских детишек по-прежнему будут сидеть дома с бабушками. В скором времени и в школе станет тесно. После реконструкции ее вместительность увеличилась до 300 мест. А уже сейчас учеников 290. К тому же в Такаеве один из лучших демографических показателей. Рождаемость здесь в три раза превышает смертность. Придется работать с опережением, заметил премьер-министр правительства Чуваши. Ну, мы сейчас пристроиться научились, а пристроимся еще есть. Дети будут пристроиться, поэтому рожать не надо стесняться, что школа не будет. Елена Гальперин, Александр Петров, Республика.